Традиционно соревнования проходили на базе Брестского областного центра Олимпийского резерва по конному виду спорта. Мастерство наездников спортивной школы области могли оценить все желающие, так как вход на состязание был бесплатный. Наездники в течение трех дней соревновались в преодолении препятствий высотой от 110 до 130 сантиметров. Погода благоприятствовала, дети показали хорошие результаты, в общем-то несколько человек повысили свой разряд спортивный, поэтому соревнования были завершающими в сезоне, то есть сезон как бы это уже третье областное соревнование наряду с первенством и Олимпийскими днями молодежи. Поэтому все старались показать все, что умеют, все на что способны. Отвечают за победу в конкурсе и лошади всадник. Как говорят профессионалы, в момент соревнований они партнеры, которые совместными усилиями идут к одной цели – победить. Немаловажен и тот факт, какие у всадников взаимоотношения с лошадью, как они слушают друг друга, понимают. Может быть так, что на хорошей лошади один будет преодолевать препятствия, а другой не сможет. Этим и сложен конный спорт. Побеждает не тот, кто проворен и ловок, а тот, кто во время соревнования одно целое. Сам маршрут был тяжеловат, лошадка отдыхала определенное время, возможно чуть не дотренировали, но перепрыжка получилась, потому что как бы лошадка уже побежала, было проще, чем по основному маршрут. Вроде бы получилось неплохо. К сожалению, не все прошло гладко. Случалось, что лошадь отказывалась брать барьер или сбрасывала всадника, что приводило к дисквалификации пары. Но были и положительные моменты. Некоторые наездники, благодаря соревнованиям, повысили свой спортивный разряд. Накрады нашли своих победителей. Областной чемпионат для некоторых из них станет своеобразным пропуском на республиканские и международные соревнования. Конный спорт – спорт аристократов. Лошади всегда породистые и хорошо обученные, а наездники – настоящие профессионалы своего дела. Возможно, именно поэтому конный спорт остается популярным и сегодня. Анастасия Ноздрин-Плотницкая, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук. Телекомпания БУК-ТВ. Телекомпания БУК-ТВ. Телекомпания БУК-ТВ. Телекомпания БУК-ТВ.